В пятницу с губернатором лицом к лицу встретились региональные застройщики. Цель совещания – поставить задачи для сферы строительства на ближайшие три года. Общий тон заседания весьма минорный. Уже несколько лет регион занимает последнее место в ЦФО по строительству. Причем ближайший конкурент побеждает с большим отрывом. В 2016 году на треть произошел спад объемов введенного жилья. Сдали 176 тысяч квадратных метров. На стадии незавершенного строительства – 63 многоквартирных дома. По информации Иваново-Стата, себестоимость строительства одного квадратного метра введенного жилья в 2016 году составила 31 284 рубля. Это на 4,9% выше значения 2015 года. При этом средняя стоимость жилья на первичном рынке составила 38 751 рубль. Ежегодно в стране вводят в эксплуатацию 80 миллионов квадратных метров жилья. Президент ставит задачу строить в среднем по одному квадрату на человека. В Иванове в самый лучший год для сферы 2015 строили четверть метра. Сейчас и того меньше. Губернатор отметил и Ивановский парадокс. Зарплаты в нашем регионе ниже, чем у соседей, а вот стоимость квадратного метра нового жилья выше. Я нисколько не сомневаюсь, что в этом вопросе влияние на конечный результат оказывает и стоимость участка, и сроки подключения, и кредитные ресурсы, и прочее, и прочее. Но мое глубокое убеждение, что в Российской Федерации нет таможенных границ, и резкое отличие соседних регионов друг от друга, это скорее форс-мажор. И нам надо выискивать причины. На 2017-й стоит задача построить 260 тысяч квадратных метров. Затем каждый год на 5 тысяч больше. Муниципалитетам рекомендовано участвовать в федеральных программах. В 2019-м планируют построить сад в Просторном. В 2020-м есть мысли начать возводить дошкольные учреждения в Авдотинских самоцветах. Там же дорогу. На год текущий тоже есть планы по объектам соцсферы. Естественно, детский садик на 240 мест. В этом году планируем сделать проектную документацию, привязать к месту детский садик типовой, естественно. В 2018-м году планируем принять участие в одной из федеральных программ. Также в федеральную программу планируем войти с новой линкой, новой линкой 3, с автомобильной дорогой и с ливневым коллектором. Мало строят – это одна проблема. Другая – не покупают даже то, что уже сдали в эксплуатацию. На сегодняшний день на рынке 7 тысяч квартир. Более 60% пустойщие, то есть они не раскуплены по долевке. Причем за 2016 год зарегистрировано всего по области договоров долевого участия 1700. То есть эта цифра пугает немножко. В завершении встречи губернатор поставил профильному комитету двухмесячный срок на формирование четкой стратегии развития жилищного строительства в регионе. Также Павел Коньков выразил готовность видеться с застройщиками ежемесячно, если это поможет решить проблемы в строительной сфере. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.